Привет зритель! Распаковочка маленького заказика с Вайтберрис, который я все никак сегодня не могла забрать. Я немножко начала его там, но вообще как бы мне помогли его вскрыть, потому что было не очень понятно, что это то ли это или не то. Ну и вообще я стараюсь все-таки заказы с Вайтберрис распаковывать на Вайтберрис просто чисто для проверки. Я тут что-то пошла по косметике, как ты мог заметить. Смотри, мой любимый цвет фиолетовый. Я сейчас на стиле, короче, у меня камера, кстати, я так снимаю. Это будет первая часть как бы распаковка, а потом я тебе скажу свое мнение. В общем, фиолетовый такой мешочек. Это я делала заказ маска фирмы Молка-Молка. Молка-Молка это какая-то русская фирма. И мне что-то вот вообще приспичило маску для лица с глиной. У меня когда-то давно была какая-то маска с глиной, но за давностью лет ее нет. Самой мне что-то как-то лениво делать косметику, плюс как бы у меня и глины-то сейчас нету. О, тут что-то еще даже вложено, смотри-ка. Благодарим за выбор натуральной косметики Молка-Молка. Если вам понравилась наша продукция, пожалуйста, оставьте отзыв на Вайтберс. Ваше мнение очень важно для нас, но лучшими пожеланиями Молка-Молка. Прикольно. Тут еще вон это, навести телефон. Ну, у меня телефон там, на кухне. И по QR-коду можно пойти как раз на всю нашу продукцию, на Вайтберс. А, тут ссылка на ВКонтакт это, видимо, вот. Вот тут у меня бонусом положили Молка-Молка скраб для тела с малиновыми косточками. Если честно, у меня, по-моему, скраб для тела был какой-то. Ну, вообще, как бы, какой-то сухой скраб мне подписчица прислала на затест. Но что-то у меня не зашел. И я вообще хотела себе какой-нибудь скраб. Самой мне все еще как-то руки не нашли сделать скраб никакой. Хоть и есть отмыльная основа, но тут бонусом такой. Скраб для тела с малиновыми косточками, морская соль, сахар, масло кокоса, цветки гибискуса, масляный экстракт, календул, витамин Е, глицерин, масло виноградной косточки, масло жожоба, малиновая косточка, биоконсервант Шарамикс 708. Кстати, биоконсервант это я где-то встречала еще в какой-то другой косметике давно. Прикольно. После вскрытия живет 6 месяцев. Ну, тут небольшой пробник. Я с удовольствием запользуюсь. Так, он когда у нас тут? 28 февраля этого года сделан. Прикольно вообще. Ну, тут как, ну, короче, инструкция по применению. Кстати, зритель, ты что-нибудь вообще знаешь про такую фирму Молка-Молка? Я как-то так просто рылась на вайпере в поисках какой-нибудь маски с глиной. И мне что-то так привлекла вот эта баночка, этикетка. Но оно еще и приходит в таком прикольном мешочке. Ну, ты же знаешь, что люблю фиолетовый цвет. Не пойму, он вроде как льняной такой мешочек. Это так вот можно даже подарок кому-нибудь сделать. Вот если уже знаешь, что... Да, вот ты вот это просмотришь, узнаешь, что оно приходит именно в таком льняном мешочке. И тут, видимо, всем или каждому, я не знаю, я отзывы что-то как-то не особо читала. Просто не помню, там есть или нет. Ну, видимо, к каждому приходит вот такой бонусик. Знаешь, такой, делаешь себе заказ, а тут тебе еще и подарок приходит к заказу. А если делаешь кому-нибудь в подарок, то тут даже уже упаковка такая как бы симпатичная. И я читала потом в интернете, что молка-молка такая как бы эко-косметика. Маска для лица на черной глине и водорослях. После вскрытия живет 6 месяцев. Черная глина, вода, очищенная, соль, древесный уголь, ламинарная мука. Это то бишь мука из ламинарии. Экстракт чистотела, глицерин, эфирное масло эвкалипта, витамин Е, Биоконсервант Шаромикс 708. Слушай, у меня все такой хороший натуральный состав. О, она зафольгирована. Это прозрачная баночка, это просто вот такой цвет этой вот маски. Ну, сама почти такая маска из глины. Ой, как бы такое скрыто сейчас. У меня сейчас вечер, я не знаю, сейчас ее пользователи лучше с утреца. Я ее пытаюсь ногтем скрыть. Наверное, надо будет ножиком. Ножиком лучше скрыть. У меня раньше очень жирная кожа была вот на зоне Т. Но сейчас у меня она больше сухая, но вот нос стабильно как-то это. Кончик носа вечно хочет чего-то. Ну, в общем, он блестит иногда. Правда, бывает, тоже иногда блестит. А так я хотела, она вообще, я читала, что она от черных точек, от прыщей. Но у меня вот периодически, несмотря на то, что кожа на щеках сухая, периодически вскакивают какие-то прыщи. Меня это, откровенно говоря, напрягает. Ну, бывает, они вскакивают, когда у меня сбой пищеварений, там я не то что-то съела, жирного или сладкого много. А бывает так вот само по себе. Не к сегодня городу. Я хотела какую-нибудь маску такую с глиной. Ну, не только скрабиком же пользоваться. Нанес. И... Слушай, она так прикольно пахнет. Свеженьким таким вот, эфирным каким-то, да. Вот как раз эвкалиптом и отдает. Во. На себя я сейчас на камеру не буду намазываться. Потому что надо всё-таки кожу слегка ещё и очистить, я думаю. Ну, и тут написано вообще как. Перед первым применением проведите тест на чувствительность кожи. Подходит для всех типов кожи. Нанесите на лицо массажным движением, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 10-20 минут. Не допускайте полного высыхания маски на коже. Рекомендовано смачивать высыхающие участки тёплой водой. Затем смойте тёплой водой. После использования рекомендовано нанести увлажняющий крем. В случае загустения маски можно разбавить её тёплой чистой водой. Для более лёгкого нанесения. Используйте маску 1-2 раза в 10 дней. Прикольно. 6 месяцев при температуре срок годности. Ну, срок годности 6 месяцев при температуре. После вскрытия. В общем, при температуре от 5 до 25, а после вскрытия не выше плюс 15. Я думаю, это где-то на средней полке холодильника её надо будет хранить. Потому что у меня тут чуть выше, чем плюс 15. Интересно, её на руки можно будет использовать, если чё. Короче, я как бы люблю глиняные маски, только редко, может, пользуюсь. Но вообще, ты мог бы заметить, если читаешь мой телеграм или на инстаграм подписан, я как-то вот снова пошла по масочкам разных всяких фирм. Не только русской. Ну, обалденный запах такой. Это вот если тебе нравятся вот эти эфирные такие масла, типа эвкалип, мята. Прикольно. В общем, я её попользую, а потом скажу тебе своё мнение. Ну и да, артикул будет в инфобоксе. Я её покупала за 400 с чем-то рублей. Такая маленькая баночка. Сколько хоть грамм-то? 75 грамм. 75 миллилитров. Она, кстати, сделана 10 марта 2023 года. Ну, и тут написано, что, возможно, индивидуальная переносимость противопоказана аллергикам. Первый раз вообще такое примечание пишу на продукте. Ну, я её протещу на каком-нибудь участке руки, а потом уже на лице. В общем, ожидай моего мнения, не выключайся. Продолжаю свой обзор. Уже после того, как затестила эту маску, Аня, извини, у меня сейчас, видимо, следящий фокус. Для той Ани, которая не любит следящий фокус на этой камере. Короче говоря, я нанесла маску, о чём ты можешь посмотреть в шорт, зритель, или в Инстаграм. Я этот подобный шорт залю или ещё куда-нибудь. И продержала около 20 минут, там 10-20 минут, как-то так надо. Один-два раза в 10 дней. Ну, в общем, на 10 дней я её уже сделала. Продержала около 18 минут, смыла её. Кожа такая чистая вообще, вот как вот после гниненной маски. Мягкая, нежная, ну, чтобы не было стянутости, я нанесла крем от Мэри Кит. Я не знаю, дневной, ночной, ну, в общем, я его нанесла. Он впитался весь, и кожа у меня вообще отличная. Такое качество кожи чудесное. Мне так вообще она понравилась, я в восторге. В общем, артикул будет в инфобоксе. Оказывается, у Молка-Молка есть свой отдельный сайт. Есть ссылка на ВКонтакт будет. Вот есть страничка в Инстаграм, ну, и сам магазин у них находится на Вайтберс. Артикул, соответственно, будет в инфобоксе. Да, это сотрудничество. Я написала, заполнила анкету, и мне ответили. Я очень рада сотрудничеству. Мне очень понравилась краб. Я пока ещё не пробовала, потому что буквально прошли ещё только ссылки с момента, как я забрала свою посылочку. Но я хочу тебе сказать, зритель, это вообще реально хорошая штука. Она, во-первых, не тестируется на животных. Во-вторых, очень хороший натуральный состав. Я бы сама повторила. Но вот я пока как-то... Мне не с руки пока сейчас заниматься изготовлением своей косметики. Маска для лица на чёрной глине и водорослях. Ну, и у меня глины пока нету. Ну, ты мне можешь прислать глину. Тогда сделаю сама себе маску, и, может быть, даже запишу, как я это делаю. Это, в общем, качественная упаковка, качественный состав. Очень хорошее в применении. Никаких дискомфортов я на себе не почувствовала. Ещё на руке сделала этот затест. Фоточку можешь в телеге у меня увидеть. Очень красивая упаковка. Можно послать, ну, вот, заказать на чей-то адрес. Там человек заберёт как подарок, предоплаченный заказ. Можно просто вот заказать и кому-то подарить. Потому что мешочек этот фиолетовый, ну, мне нравится ещё фиолетовый цвет. Внутри ещё какой-то такой беленький. Сейчас у меня с собой только вот маска, мешочек у меня со скрабиком вместе в комнате, в шкафу. В общем, я так понимаю, что реально вот каждому, в каждом заказике вот такой маской вкладывается какой-то вот этот скрабик. Почитала отзывы в Молко-Молко, в группе ВКонтакте. Там скрабик или какой-то, какой-то, короче, пробник косметический складывается практически в каждое средство, которое вы покупаете на Вайтбрис. И вот маски и вроде как скрабики приходят именно вот в фиолетовых мешочках. И это вообще, в общем, как бы договаривалась на маску, плюс ещё бонусиком пришёл скрабик. Скрабик я тоже потом затещу и отдельно или видео запишу, или просто скажу своё мнение. Ну, в любом случае будет какой-то контент на канале. Она немножко густовата, мне показалось, уже после того, как я её нанесла на лицо, я немного добавила воды. Но надо, конечно, что-то размешать палочкой у меня, но пока так пальцем я не размешивала. Но, слушай, она так божественно пахнет этим эвкалиптом. Если вот тебе нравятся такие вот эфирные масла, ну, как автолит, мята, ещё что-то, то вообще кайф. Немножко пощипывала кожу, но у меня как бы вот раньше такая маска была у Гринмамы с эфирным маслом мяты, кажется. Она тоже немножко пощипывала кожу, я иногда её использовала, когда жарко на улице, чтобы освежить лицо. Вот похожие эффекты, и вот мне, знаете, кажется, вот я давно уже разочаровалась в Гринмаме. Практически во всех её средствах разочаровалась. Что-то там у них пошло не так, и я думала, есть ли что-то такое. Вот я нашла для себя Велинью, предыдущий обзор Грянь, и вот это вот Молка-Молка, очень классная штука. Оно стоит вот на Вайберс, оно стоило 455 рублей. По крайней мере, у меня оно так выходило. Ну, а это, у кого-то, может, скидка побольше на Вайберс Бот поменьше цена, ну, вообще нормальная цена, я считаю. Потому что, во-первых, ну, в течение шести месяцев это надо использовать. Раз, один-два раза в десять дней этого, ну, на шесть месяцев за глаза и уши хватит. В общем, я в восторге. Мне очень понравилось. Хорошая такая, удобная. Я тебе советую. А если ты, зритель, уже знаком с маркой, с фирмой Молка-Молка, покупал что-то себе на Вайберс, и тебе понравилось, либо не понравилось, поделись со мной в комментариях. Я тебе в любом случае поставлю на камень сердечко, ну, и почитаю с удовольствием твои комментарии. Мне это будет очень приятно. Познакомиться с тем, что, возможно, кто-то уже знает, ну, или в любом случае приятно, когда вы пишете комментарии. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, лучше лайки и лучше подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Если хотите поддержать канал, где-то тут будет облачко. Если ждете АСМР, можете подписаться на Бусти, тоже где-то будет облачко. Ну, и это... Ссылка на всю вот это вот, на всю эту информацию по Молка-Молка будет в инфобоксе. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok